Приветствую вас. Попытаюсь ответить на вопрос, который вы задали. Вопрос не совсем однозначный. Дело в том, что, значит, спрашивая про ностальгию, с одной стороны, вот с точки зрения психологии, как это выглядит, у вас есть образ отношений, тех отношений, которые были в детстве. И этот образ вы, то есть точно есть только в вашем сознании, вы его храните. Он вам сейчас кажется таким, каким вы видели его в детстве. Ну, действительно, 13-16 лет, это подростковый период, можно нас в детстве. И тогда вам мужчина казался действительно серьезным, ответственным и так далее. Ну, по сравнению с вами, конечно. Тогда, когда вы были ребенком, сейчас, будучи уже взрослым, вам он может казаться совсем другим. И поскольку дети склонны идеализировать и воспринимать это слишком ярко, то реальные отношения, которые вы увидите, они будут не так сильно яркими. И у вас может возникнуть разочарование. Потому что вы рассчитывали на интенсивность отношений, такую, которая была в детстве. Но поскольку вы сейчас уже взрослый человек, то вы этой интенсивности, яркости не ощутите, не увидите. И вам будет от этого плохо. Соответственно, вы разочаруетесь и в нем, в мужчине, и в себе. И, может быть, это даже приведет к тому, что вы начнете сомневаться в себе и в том, что у вас все может получиться. То есть, это тот случай, когда детские воспринимания лучше оставить там, где они есть. Не пытаться их как-то восстановить. Это вы знаете, как, например, песню. Вспомнил какую-то песню из детства. Вот помнишь, что она тогда нравилась. Просто вот, ну, давно помнилась. И ты вроде бы ей песню помнишь, которая играла. И ощущения свои помнишь. Которая из к этому. Но вот включаешь песню, ты понимаешь, что вообще ничего не чувствуешь. Или чувства не имеют ничего общего с тем, что чувствовалось тогда. Почему? Ну, потому случилось человеком. Тогда ты был другим. А сейчас ты вообще тоже другой человек. И этому другому человеку, то, что было раньше, уже не нравится. Это нужно понимать. Поэтому вы стремитесь скорее не к нему, не к этому мужчине. И не к ностальгии. Вы стремитесь к чувству защищенности, безопасности, может быть, к чувству определенности. Потому что вот есть человек, на которого можно положиться и так далее. И это, с точки зрения, опять-таки, психологии, может быть ничем иным, как вашей потребностью, потребностью в этом. И эту потребность нужно удовлетворять. Чтобы все-таки быть более независимым в отношениях. Чтобы отношения строить, основываясь не на том, что вам нужно, а именно на желании делать что-то для человека. Потому что только так можно построить отношения истинные и долгосрочные. Но есть и другая страна. Есть и другая точка зрения. Эта точка зрения, она заключается в том, что да, вы были молодым, вы были ребенком, но чувства-то были настоящими. И эти чувства, они никуда не делись. Они с вами остались эти чувства. Да, но какое-то время это, знаете, детское стремление к новому заглушило их. Но когда вы возрослели, то они вернули. И как минимум это говорить об искренности того, что вы к этому человеку чувствуете. Не важно сейчас, как и чем это было вызвано, как и чем это вызвано сейчас. Важно то, что это было искренне и сильно. Иначе бы вы, но о нем вы сейчас не вспоминают. Знаете, первая любовь из всех, но что-то далеко не каждого человека. Они вспоминают спустя какое-то время. Наоборот, в первой любви разочаровываются и говорят больше, как я мог вообще на этого человека внимательно обращаться. И значит, чувства все-таки были. И это означает, что на чувства закрывать глаза не стоит. Вот так просто говорить ему, ты не настоящая. Вы знаете, это растущительно. И потому отсюда следует вывод, что вы ничего не теряете, если поговорите с этим человеком. Вы просто встретитесь с ним, предварительно постаравшись настроить себя на то, чтобы ничего не ожидать от этой встречи. Человек, может быть, тоже изменился за это время. Может быть, он уже не такой, каким был раньше. Может быть, он изменился в худшую сторону. Иногда так бывает. Вам нужно избавиться от ожиданий. Вообще ничего не ожидать. И я приведу такой пример. пример того, как ожидания мешают нам видеть истину. Во-первых, что такое ожидание? нет, сами по себе. Ожидание – это проявление наших желаний в будущем от каких-то ситуаций. То есть, это то, чего мы хотим. Но мы хотим этого для себя. А значит, это в некоторой степени является коростью. Это корость. Раз это корость, значит, это искаженная картина мира, потому что мы видим это в конкретных своих желаний, а не таким, каким оно есть на самом деле. И вот, когда мы получаем то, что мы хотим, мы радуемся, мы говорим, да, это наше, это все, но стоит нам перестать это получать. Мы говорим, боже, я разочаровался, я не хочу больше никак, я мог вообще тут быть с этим человеком и так далее. А если мы не получаем того, чего хотим, мы так же разочаровываемся. Потому что мы не получили, значит, у нас возникает фрустрация. Реакция на невозможность чего-то достичь. И таким образом мы упускаем из виду реальное поведение, реальное положение вещей. А вот чтобы его не упускать, нужно просто свои ожидания, как бы, сконтролировать. То есть, вот понять, что вы ожидаете того, чего вы хотите, но то, чего вы хотите, быть совершенно необязательно тому, чему вы хотите, быть совершенно необязательно. Потому что оно зависит от ваших желаний. Что-то есть, и вот это что-то, такое, какое оно есть. И его нужно принять. Принять просто как часть картины реального мира. А дальше уже обык ты решал. Хотите вы с этим сближаться, не хотите вы с этим сближаться. Тут уже зависит от вас. Но поначалу это нужно принять не в контексте каких-либо ожиданий, не в контексте каких-либо желаний. Почему? Да потому что, ну как можно, например, встречаться с мужчиной, которого вы не видели какое-то время и чего-то с нему изначально желать, когда вы могли с ним, в принципе, и не встречаться вообще, если бы у вас сейчас было все хорошо. Вот это нужно понять. И тогда, я думаю, вам обязательно нужно с ним встретиться, поговорить, послушать себя, послушать его, потом какое-то время побыть в одиночестве, подумать, как вы восприняли то, что вы с ним провели время, дать себе отсчет, кто нравится, вам этот человек не нравится, только то, как он сейчас, да? И уже тогда принимать решение, пробовать с ним дальше или нет. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Спасибо.